Всем геймпасс! В аэропейсе и с вами продолжаем играть в ворлдбокс. Мы с вами остановились на том, что... Даже не знаю над чем... Просто уже давно не было. На столкновении, вот. Самое главное, на чем мы остановились. Сегодня же у нас новенькая идейка. Извините, ребят, конечно, что голос охриплый, но... Что поделаешь. Сегодня будет сражение. Между 100 людьми, А также между... Ну, где-то приблизительно таким же количеством гиен. Но мне кажется, даже больше. Что ж. Но это не простое испытание. Я бы мог просто взять и... Сделать битву между гиенами и людьми. Но... Но... Это центр, в принципе, мид. Здесь у нас находится башня демонов. Демонов. Здесь у нас находится башня холодков. Кстати, смотрите, даже лава. Ооо. Они что себе так территории расширяют? Нечестно. Дальше у нас еще тут есть мина. И также у нас здесь есть... ТНТ. ТНТ. Короче. Непонятно. Если взорвется мина, то взорвется ли ТНТ. Как раз мы это и проверим. Что ж. Я думаю, не стоит медлить и сразу же... Сразу же открываем территорию. Два прохода открываются людям. И настолько ли глупые люди, что они пойдут на верную смерть. Даже не находя территории. Просто бессмысла. Но нет. Люди стоят и ничего не делают толком. Они просто стоят и... Они даже ничего толком не делают. Они просто... Ну вот кто-то пошел сюда. Кто-то пошел на мид. Ну мы как раз посмотрим. Но сейчас выдвигается в бой гиены. Но они выдвигаются сюда. В эту часть, в эту область. А также выдвигаются к холодкам. Но я смотрю, что гиены очень хотят пойти к людям. Но пока что еще очень рано. Демоны здесь уже просто расходятся по всей области. Люди же... Люди же наблюдают за тем, что тут неподалеку есть демоны. Гиены сразу же уже выдвинулись в путь к холодкам. А также выдвинулись в путь к... ТНТ. Но ТНТ я уже потом подорву. Кстати, здесь не мешало бы поставить тоже кого-то. К примеру, пускай здесь будет несколько змей. Примерно такое количество здесь будет змей. И они просто будут, не знаю, тот же распространяться по всей территории. Но здесь как раз таки не стыковочка. Хотя в принципе стыковочка. Так как будет столкновение между змеями и людьми. Сейчас мы узнаем. Может ли один человек справиться с такой толпой. Змеи уже продвинулись к людям. И они атакуют двоих человек. Ничего себе. Сразу же. Но здесь еще есть люди, которые помогают этим людям. Гиены же пока что ничего толком не делают. Но я предлагаю, так как уже все началась там битва между змеями и людьми. Мы пока что со спины, как крысы, поступим. Просто запустим им гиен. Но ведь гиены, они же смеются на своей добыче. И почему они туда не пойдут? Вы прям недалеко от холодков. И кстати, кстати, кстати. Они продвигаются к демонам. Но демоны выбрали другой путь. И решили искупаться в лаве. Это единственное, что я могу сказать. Я пока что беру здесь какие-то всякие водоросли. Но один человек отправился на обходный путь. Даже два человека. И побеждают двух змеи. Хотя в принципе что здесь сложного. Итого сейчас 98 человек осталось из 100. То есть в принципе большинство человек остались здесь. Ну даже не знаю. Даже не знаю. Я... Ой, стойте. Я забыл выключить голод. Нам не нужны голод и старость. Нам нужны только победы и поражения. Все остальное нам не нужно исправлять. Так как кто-то и так никто не будет строить королевство. Но у людей небольшая несадачечка. Идет облако лавы. Она будет надвигаться полностью. И будет уничтожать полностью мост. Все, не будет. Не будет у нас никакого моста. Люди обречены на поражение. Предлагаю немножечко ускорить время. Надеюсь, что лава и дождь никак сильно не повлияет на мост. Но в принципе может тут ходить какими-то обходными путями. Вы как-то мои заборы проходили мимо. Капец. Здесь просто нет моста. Просто нет моста. Что за читерство? Почему вы тут только пропадаете? Что не там? Ну а здесь моста считай нет. Сюда уже никто не пройдет. Тогда я просто помогу ламу облаку, чтобы она не мучилась. Ну я не знаю. Это слишком какое-то читерное облако получилось. Тогда я немножечко помогу. Я немножечко помогу людям. Мид как бы нужно оставить. И Гиенам тоже нужно помочь, чтобы они проблели. Ого, все, началась война, бойня. Вообще этому пацану молодец. Или ты не пацан? Кто ты? Ну в принципе ты без пола, поэтому оно. Оно здесь плавает. В лаве. Демоны просто я не знаю. Что-то вытворяют? Что? Погодите, мне не кажется, или Гиены способны убить демона? Демона. Ого. Ты что так сразу? У тебя уже сразу где-то 9 черт. Ничего себе. Капец, он уже и ветераном успел стать. Здесь просто идет очень массовая бойня между Гиенами и демонами. Но Гиены... Кто-то вообще отправился уже к Холодкам? Нет. Они тут стоят. Поэтому надо помочь им. Просто надо посмотреть на бойню между Холодками и Гиенами. Но я понимаю, что Гиены не смогут уничтожить башню. Так что только надо полагаться на людей. Здесь вообще моста, считай, как будто бы и не было. Но пацану надо помочь. Потом он там со скуки умрет. Но сюда я ему уже не гарантирую, что он вернется. Я вообще ему не скажу, что он туда вернется. У него нет другого выхода, как поворачивать туда. Потому что мне хочется посмотреть, что же будет человек один делать, если он отдалился от своей колонии. А тем временем у нас здесь что-то за песок появился. Капец. Ничего себе. Два демона просто плавают в бассейне. Ты можешь как-то там к людям переплыть? Как раз я тебе... Кто-то уже на мину наступил. Капец. А, ну так тут еще люди ходят. Да, неудивительно. Наступила эпоха солнца. Я не выключал эпохи, потому что это жесткое испытание. 90 человек осталось из 100. Просто представьте себе. 90 человек из 100. Здесь какой-то кишечник, что ли, или печень. Что вы делаете, холодки? Кстати, если хотите, я могу сделать отдельное видео, где холодки будут расширять свои территории на лаве. Просто было бы интересно посмотреть. Так ведь? Просто посмотрите. Была маленькая территория. Вот такой вот угол был. И здесь стояла башня. А уже здесь какой-то кишечник, желудок получился. Ну или же сердце. Это уже кому на что похоже. Гиены почти все поисчезали. То есть это уже вымирающий вид, который попал в книгу рекордов. Опа, стоять. В книгу рекордов по вымиранию. Что ж, нету больше людей. И нету больше гиен. Но эта область не останется пустой. Вы не думайте, нет. Никто сюда не пройдет. Все будут умирать от лавы. Ну, я вас тогда забомблю там ядерной атакой. Люди пока что... Вот сюда больше никто не должен идти. Потому что здесь будет бомбежка. Все. Никого здесь не осталось. Все поумирали. Стоять. А нам песок не надо. Сейчас кто здесь построит королевство, я его убью. Ну что за ерунда. Это не дело. Отправляйтесь уже к холодкам драться, что ли. Ну достали уже. О, 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 сразу, сразу. Я даже только ничего не успел сделать. Уже надоели. Серьезно. А давайте-ка лучше еще и гиен туда запихаем. Мне кажется, будет очень хорошо. Люди победили холодков. Такое маленькое количество людей убило холодков. Ну, надеюсь, вам понравилось. Не забывайте писать комментарии. Ну, я не знаю, ролик получился хорошим или нет. С моим голосом вряд ли хорошо получился. Может, конечно, я какую-то идею пропустил, но... Если что, напомните, там, какую идею сделать. Просто я не помню. Какой-то комментарий вроде видел с идеей. Но я уже забыл, где он находится. Не забывайте, что ссылка на Discord-канал в описании, в комментариях. Если не забуду. И спросите, зачем он нужен. Ну, потому что там можно идеи свои вылаживать. В чатики переписываться. Ну, чтобы, так сказать, не засорять YouTube. Можно писать мне в личные сообщения, между прочим. Это самое главное. Ну, всем, бедя распас. Всем, аребухар. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА